Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города» – мои коллеги о главных темах прошедших пяти дней. С приходом долгожданного тепла возвращается опасный сезон. Клещи уже проснулись, и о том, как уберечь себя от нападения насекомых, напомнит Анна Герцовская. Порядок прежде всего. В городе стартовала череда традиционных субботников, в одном из которых поучаствовал Максим Васильев. Время первых. В преддверии Дня космонавтики и полета в космос Юрия Гагарина Валерий Седов посетил музей дальней авиации. Сотрудники Рязанской дирекции благоустройства личным примером показали, как нужно относиться к родному городу. С лопатами и граблями они очистили от грязи обочины Куйбышевского шоссе. Причем на улицу вышли сотрудники административного звена. Бухгалтеры, экономисты, секретарши. На улицах Рязани непривычные разнорабочие в оранжевых жилетах, а как будто сами прохожие. Около 40 человек. Все с лопатами и большим желанием убрать улицы города. Вышли на помощь предприятию, чтобы помочь убрать улицы, именно приладковую часть Куйбышевского шоссе. Работа объемная, требует достаточно много именно ручной работы. То есть все техникой не убрать. Соответственно, эта помощь достаточно ценная. Кто-то счищает, кто-то кучкует. Эти люди с лопатами двигались по Куйбышевскому шоссе со скоростью спешащего пешехода. Что такое любовь к родному городу, эти работники административного звена дирекции благоустройства решили показать на личном примере. Без принуждения, без денег, просто на энтузиазме. Мы переживаем за свой город, мы его любим. Поэтому все согласились, просили и все с удовольствием пошли. Мы и возле дома своего выходим. Собираемся подъездом. У нас есть какие-то договоренности между собой. И точно так же апрель у нас, сколько я живу в Рязани, у нас не один год в апреле не прошел возле дома впустую. Мы все равно там убираем. Завтра очищать свою территорию выйдут работники остальных муниципальных предприятий. Общегородской субботник – дело, конечно, добровольное, но для тех, кто любит Рязань, должно стать обязательным. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Внеплановую проверку городской свалки провела сегодня Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура. Жители близлежащих домов и дач жаловались на невыносимую вонь и другие неудобства. Незваным гостям на помойке были явно не рады. Высадку надзорного десанта на центральном полигоне городской свалки посчитали вероломством. Ну еще бы, в группе сотрудники Росприроднадзора, Минприроды, санитарный врач и представители лабораторий. И у каждого свои задачи. Наша съемочная группа вызвала взрыв возмущения вот этого человека в очках и синей ветровке, и его друзей. Внеплановая проверка природоохранной прокуратуры как-то уж слишком переполошила местный истеблишмент. Нас на территорию помойки, естественно, не пустили. Ну, видимо, им есть что скрывать. Визуально городская свалка выглядит, как всегда, непрезентабельно. Где-то вдалеке разгребают бульдозеры, носятся стаи воронья. В общем, все как обычно. Но это визуально. У измерительных приборов своя шкала возмущения. В ходе проверки необходимо будет выяснить, оказывает ли негативное воздействие на состояние, в частности, атмосферного воздуха данная свалка, для чего будут проведены необходимые замеры в санитарно-защитной зоне, будет установлено. Каким образом на свалке осуществляется деятельность по складированию отходов, перемещению отходов. И, соответственно, будет устанавливаться, осуществляется ли производственный контроль непосредственно на данном полигоне. И пусть результаты проверки будут известны только через две недели, их цифровой эквивалент беспокоит местных надсмотрщиков уже сейчас. Найти нарушение на свалке при желании можно всегда. Это же свалка. Главное здесь – не будоражить общественность. Но этого медведя короли помойки уже растревожили. Успокаивать придется долго. Может быть, даже только решением суда. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В преддверии Дня космонавтики в Музее дальней авиации появился уголок, посвященный космонавтам. Главная часть выставки уделена личности Юрия Гагарина, первого в космосе. Что уникального есть в музее, расскажет Валерий Седов. Теперь набор этих фотокарточек Александр Щербинин оставит в Музее дальней авиации. Говорит, здесь ему самое место. А вот и карточка с автографом самого Юрия Гагарина. Но если тут она часть фона, то чуть выше висит настоящая роспись. На письме, который Гагарин отправил рязанским комсомолам в ответ на приглашение посетить город. Космонавт обещал приехать при первой возможности. А ребятам расписал небольшую программу, которая поможет в освоении Вселенной. Например, трудиться на совесть и быть человеком с большой буквы. И это только часть представленных экспонатов. Здесь представлены книги, книги из личной коллекции военнослужащих, ветеранов, фотографии первого отряда космонавтов, заслуженных людей. Подарок от генерал-полковника Остапенко Олега Николаевича. Подарок – это ракета, которую запустили в космос еще во время службы Остапенко. А ее миниатюрная копия с росписью находится в музее. Здесь же и фотографии советских и российских космонавтов, книги и журналы своего времени. Александр Щербинин рассказал, что преимущество музея в том, что посетить его смогут все военнослужащие. Экскурсии проводят и для гражданских, только надо предварительно записаться. А посмотреть есть на что, ведь музей дальней авиации гораздо больше уголка космонавтов. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Клещевой барелиоз и энцефалит. Каждую весну эти страшные названия заболеваний, напрямую связанных с укусами насекомых, вновь на слуху. Средства массовой информации бесконечно напоминают о мерах предосторожности при выезде на природу и о том, какие последствия могут наступить после укусов клещей. Но зачастую маленькие опасные существа все же оказываются у цели. Анна Герцовская расскажет несколько интересных фактов об этих членистоногих. Клещи. Древнейшие животные, по подсчетам ученых, они вдвое старше динозавров. Нетрудно догадаться, как эти членистоногие существуют до сих пор, ведь некоторые из них способны выживать в вакууме и под лучом электронного микроскопа. Эта группа паукообразных, одна из самых многочисленных, превышает 50 тысяч видов. Для человека самыми опасными клещами считаются иксодовый, и энцефалитный. Эти паразиты встречаются везде, даже в Антарктиде, где живут на пингвинах. Клещи переносят более 15 инфекционных заболеваний, поэтому любое присасывание клеща необходимо расценивать как потенциальную опасность заражения. При укусе клещ выделяют специальные вещества, которые обезболивают место укуса, и в принципе сам укус проходит для человека незаметно. В этом и есть такая вот особенность и опасность. По статистике, в Рязанском регионе примерно 10% клещей являются переносчиками заболеваний, и основное заболевание – это болезнь лайма или клещевой боролиоз. Энцефалит пока в нашем регионе как бы не выявлен. Опасен не сам укус, а именно заболевание. В случае заражения боролиозом через некоторое время после укуса у человека появляются гриппоподобные симптомы – слабость, тошнота, головокружение, ломота в теле, в суставах, а на месте укуса возникает гиперемия, покраснение кожи. Одно из самых серьезных последствий заражения – энцефалит, в переводе с греческого – воспаление мозга. Вирус поражает центральную нервную систему, периферические нервы и головной мозг. Серьезные нарушения в клетках приводят к судорогам, параличу, сбоям в работе внутренних органов, а иногда к психическим расстройствам. По мнению экспертов, чем быстрее будет извлечен клещ из кожи, тем меньше вероятность заражения. Если вы обнаружили присосавшись клеща, самый оптимальный вариант – это обратиться в травмпункт, где вам этого клеща квалифицированные специалисты извлекут. Если вы находитесь далеко от города, тогда придется, наверное, залегать клеща самостоятельно. И делается это либо с помощью пинцета. Можно использовать простую веревку, когда делают узелок вокруг клеща, и медленными, такими покачивающими и расшатывающими движениями клеща удаляют. Ошибкой является прижигать клеща, поскольку это увеличивает шанс инфицирования человека. Ошибкой является заливать его маслом. Клещ не получает кислорода, начинает беспокоиться, начинает двигаться, и тем самым опять же срыгивает инфицированные содержимые из своего брюшка вам в рану. Увеличить шанс заражения можно и вытаскивая клеща пальцами. При надавливании на его брюшко инфекция попадает в рану, как из пипетки. Резко дергать паразита также не стоит, поскольку клещ при стократном увеличении напоминает чудовище из фантастического фильма. С помощью верхних челюстей паразит делает разрез. В полученное углубление подается нижняя челюсть. Она, подобно гарпуну, оснащена загнутыми назад зубьями. Это обеспечивает крепкую фиксацию. И при резком выдергивании клеща, вероятнее всего, часть его тела останется под кожей. После излечения, опять же, либо в частной лаборатории, в идеале, сдать этого клеща. Соответственно, клеща после излечения в баночку положить, да, в баночку положить кусочек ваты с моченной жидкостью водой, соответственно. И в таком состоянии, опять же, как можно быстрее доставить его в лечебное учреждение. Это необходимо для того, чтобы человеку и врачам стало понятно, могло ли произойти заражение от конкретного клеща. После исследования паразита станет ясно, требуется ли лечение. Его назначит только врач. Самостоятельно можно лишь первоначально обработать рану от укуса антисептиками, не занимаясь самолечением. Что касается профилактики, в теплое время года лучше выбираться на природу в светлой одежде, на которой проще увидеть крадущегося клеща и вовремя от него избавиться. Вещи нужно надевать так, чтобы они закрывали большую площадь тела и использовать головной убор. Перед выездом с природой и приездом домой всегда необходимо осматривать свое тело на наличие клещей. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В этом году небывалое количество выпавшего снега позволяет прогнозировать серьезное половодие, готовиться к которому службы и ведомства начали заблаговременно. Накануне прихода большой воды на боевое дежурство у населенных пунктов Заокская и Коростова вышел ПТС-М – гусеничный плавающий транспортер МЧС Паризанской области. Пока что работы у него немного, но вода с каждым днем прибывает, а значит местным жителям задействовать его все-таки придется. Рекогносцировка перед весенним разливом как театр военных действий. Преимущество пока засуши, но вода уже ведет наступление по всем фронтам. До массированной атаки на поселения Заокска и Коростова примерно неделя. По уровню визуально еще метра два, но солнце сейчас играет против – за техническое оснащение. Плавающий гусеничный транспортер – реальная помощь местным жителям после прихода большой воды. С абсолютно понятным функционалом. В период половодия данное техническое средство используется для перевозки людей, а в случае необходимости для доставки их к катеру. Грузоподъемность на воде – 10 тонн, при перевозках по суше – 5. Вблизи амфибия – настоящий гигант. Впрочем, в этих местах тяжелая техника не в диковинку. На защиту сельских рубежей ПТСМ выходит уже третий год. И здесь уже знают, как его использовать для нужд сельчан. Мы ее называем «танк» в простонародье, потому что, правда, техника очень хорошая. Если мы вспомним 2013 год, что вот где сейчас я нахожусь, здесь была вода. И вода была, уровень воды был где-то высотой 2-2,5 метра. Эта техника, она будет предназначена, если за хлебом ехать, потому что под шумушью там будут, в шумушь будут приезжать машины именно с продовольствием. Ну и они будут, вот этот вот ПТС будет доставлять продукты сюда. К месту временной дислокации амфибия двинулась своим ходом. Площадкой для нее станет огород одного из местных жителей. С хлебом и продуктами в Заокском пока порядок, а время гусеничного транспортера еще придет. Совсем скоро, судя по сводкам метеорологов. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Коростово и Заокское – села, которые практически каждую весну превращаются в острова. Чтобы обеспечить безопасность жителей, отрезанных от города водой, на участки подтопления отправили дежурные группы МЧС. На днях вода уже покрыла дорогу из Заокского. С каждым теплым днем уровень будет повышаться, и через некоторое время проехать к селам будет нельзя. Поэтому пожарные машины с личным составом заранее отправились в села, где и будут дежурить до окончания половодия. В первую очередь, ваша задача по прибытию в населенный пункт местных локаций необходимо будет организовать связь с центральным пунктом пожарной связи, проверить необходимое пожарно-техническое вооружение, готовность к реагированию, и в случае поступления каких-то сообщений через ЦПС, либо от населения, немедленно реагировать на возникающие пожары, либо какие-то происшествия. При поступлении сообщений также необходимо сразу доложить на центральный пункт пожарной связи. Несмотря на то, что жители сел оказываются окруженными водой, от чрезвычайных ситуаций, к сожалению, никто не застрахован, и в случае ЧП рядом с ними будут профессионалы. Каждый год при повышении уровня воды в реке Ака, отрезании населенных пунктов Заокского коротства, как у нас, как бывает в Рязанском районе, мы направляем пожарную технику для обеспечения пожарной безопасности данных населенных пунктов, а также оказания помощи населению. Данный автомобиль оснащен пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудованием, в соответствии с установленными требованиями. Имеются ручные лестницы, пожарные стволы ручные, лафетный ствол для проведения работ по организации тушения пожаров и аварийно-спасательных работ. Автоцистерны на базе Урала. Этой техники должно быть достаточно для того, чтобы сотрудники вовремя среагировали на возникшее ЧП. Ну, емкость цистерны 6 тонн, производительность насоса 70 литров в секунду, отображается частота вращения рабочего колеса насоса, давление показывает обороты. Есть уровень емкости пенобарки. Станет ли половодие в этом году небывало крупным, каким его предвещают специалисты, или нет, к любому развитию событий сотрудники МЧС уже готовы. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Пока льды и снега стремительно тают, некоторые демонстрируют чудеса смелости и изобретательности. В прошлые выходные двое рязанцев поймали последний шанс и прокатились по реке на льдине. Это было тщательно спланированное и продуманное путешествие. Это видео появилось совсем недавно, но уже успело облететь весь интернет. Герои на льдине – рязанцы, для которых это путешествие стало простым сплавом по реке. У мужчин на ледяном плоту были и спасательные жилеты, и веревки, и даже небольшая шлюпка. Но последняя не для самоспасения, а на случай, если понадобится сложить в нее вещи и пустить следом за льдиной. Все путешествие они продумали заранее. Все, встретились с другом в субботу, такие, пойдем, пойдем. Все, взяли бензопилу, отпилили на следующий день кусок такой хорошей льдины, да и погнали. То, что звучит легкомысленно, требует большой подготовки. Льдина годилась не каждая. Выбрали площадью 5 на 10 метров. Ну а дальнейшие приключения известны всему интернету. Вопрос был только с конечной точкой маршрута. Заранее ее не продумали, просто знали, что место для остановки начнут искать с 5 часов вечера. Льдина планы изменила. Начала трескаться пополам в 4. Выбрали один момент, немножко поработали весны, где-то полчаса, и уже вот так вот поближе к берегу уже приблизились. И у нас было всего лишь 5 секунд, чтобы выбросить вещи и выброситься самим. То есть прямо на ходу мы выбрасывали вещи вот так вот на берег, чтобы их потом собрать. Пока я выбрасывал, льдина уже разрушалась, она подо мной проваливалась. То есть я вот так вот по пояс проваливался. Вылазил, снова бросал вещи. И там уже на третий раз я уже прыгал, ну, по сути, в воду, потому что до берега было где-то метра два. Сам Кирилл Буженин свое путешествие на льдине путешествием не считает. Для него это просто способ провести выходной. Кирилл – путешественник, который любит на суше прокатиться на мотоциклах и по воде на яхтах и лодках. Сплав по оке и вовсе хочет сделать ежегодной традицией, но своей. Я знаю точно, что такие подвиги, они совершаются во многих городах случайно, рыбаками. Но это же ведь так у них не задумано. А у нас-то спланировано и задумано. Не стоит это повторять, конечно. Но я не хочу быть примером. Так что, да, думайте сами, конечно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Символов любви больше нет. На днях житель Рязани, собственно, ручно спилил замки на набережные у Кремля. О давности, неизвестно откуда взявшейся традиции вешать замки, на набережной в ходе свадебного празднества можно было судить по их количеству на заборах. Теперь все спилено, а как и, главное, зачем, объяснил сам инициатор и исполнитель зачистки. Вот эти четыре секции ограды мы сумели очистить от замков, ближайшие слева от Глебовского моста. Они были наиболее загруженные. 176 замков мы с них удалили. Когда взвесили 51 килограмм, все это весило. Но мне уже написали друзья, что один замочек, висящий с внешней стороны, мы упустили. Просто не заметили. Тем не менее, все равно выглядеть стало, я считаю, опрятнее. Алексей назвал свою акцию «Болгарка против невежества». Ему захотелось очистить ограду от навесных замков, которые здесь вешают новобрачные по старой городской традиции. Вооружился болгаркой, болторезом и за один день вместе с другом сняли 176 замков. Свой поступок рязанцы хулиганством не считают. Во-первых, сама навеска замков является хулиганством, а во-вторых, умышленным причинением вреда чужому имуществу. То, что делаю я, можно ли его классифицировать как самоправство, я думаю, что нет. Мне бы очень хотелось взять за свой счет, отштукатурить и отремонтировать основание ограды, но вот этого как раз делать нельзя. Алексей рассказал, что многие замки висят тут десятки лет. Они ржавеют и вместе с этим портится и ограда. Облагораживать последнюю, кстати, никто не стремится, говорит мужчина. Оно и понятно. Вместе с замками не покрасить, а снимать их никто и не планирует. Причина, по которой за оградой никто не ухаживает, довольно необычна. Выяснили ее журналисты местных СМИ. Вот эта часть ограды, которая находится за Глебовским мостом, она вообще не принадлежит никому. Та часть, которая находится до Глебовского моста, идет к церкви Спаса на Иру, она принадлежит, стоит на балансе города. А эта часть территориально относится к музею-заповеднику «Рязанский Кремль», но на баланс она не взята. Комментируя поступок Алексея в соцсетях, рязанцы разделились на два лагеря. Одни считают его правильным, а другие говорят, что мужчина просто наживается на чермете. 50 килограммов спиленных замков действительно сдали на металл, а на полученные деньги купили диски для болгарки. Остальное положили в ящик для пожертвований, прямо тут, в Кремле. Потому что свою акцию Алексей планирует продолжать. Остается надеяться, что теперь пары, повесившие замок на набережную, не подадут на развод. Но с другой стороны, что это за браки, которые держатся на одном только замочке? 7 апреля в музейном центре имени Александра Солженицына состоялась презентация второй части книги «Свод памятников архитектуры и монументального искусства России», посвященной Рязанской области. Это энциклопедическое издание, которое начало издаваться еще в советские годы под эгидой Академии наук. Каждая такая книга – большой труд по спору первичной информации о каждом объекте. Работа группы исследователей на месте расположения памятника, которое заключается в полном описании внешнего вида, состоянии памятника, подготовке фотографий, общении с сотрудниками местных музеев и учреждений культуры, а также восстановлении ретроспективных данных при изучении информации об объектах, в архивах и написании публикаций для книги. Книга, в принципе, интересна широкому кругу читателей. Конечно, это историки и люди, интересующиеся памятниками архитектуры, но это и просто туристы, и очень удобно пользоваться как путеводителем. Здесь есть карты, даже на форзации карты области, карты каждого района. В новые издания вошли статьи о памятниках окраин Рязани, например, Солочинский, Рождества, Богородицы, Женский монастырь, Александра Невского, Ермишинского, Захаровского, Кадамского и Рязанского районов. Конечно, планируется третий том, в котором будет Касимов, Касимовский район. Может быть, что-то, что еще влезет на букву К, Клепиковский или Кораблинский, но пока трудно сказать. Сам Касимов – это очень большой центр, насыщенный памятниками, насыщенной культурой, историей, и, наверное, это будет целая книга, посвященная Касиме. Труд рабочей группы по подготовке свода памятников по Рязанской области начинался с 60-х-70-х годов прошлого столетия. Именно тогда прошли первые экспедиции по обмену и фотофиксации объектов архитектуры и истории Рязанской области. Многие материалы тех лет уже являются историческими и документальными, а самих объектов наследия, к сожалению, уже не существует. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Знакомые наизусть улицы и парки Рязани даже для коренных жителей таят немало сюрпризов. Красная кирпичная стена на улице Садовой, закрывающая с одной стороны городской парк. Откуда она появилась здесь и зачем? Между тем, возраст сооружения больше 200 лет, и загадку его разгадал историк Александр Дударев. Фамилию Рюминых слышал каждый Рязанец, даже далекий от краеведения и истории. Казалось бы, о наследии этой династии известно все. Но Александр Дударев в начале года открыл новую, неизвестную страницу прошлого. Прогуливаясь по Садовой, историк давно обращал внимание на старинную кладку кирпичной стены и вдруг приметил силуэты былых окон. Стиль кладки на известковом растворе подсказывал, что это не просто ограда, а дореволюционная стена, вероятно, являвшаяся частью какого-то ранее утраченного строения. Но какого? Окошки небольшие, со стороны улицы Садовой они вообще практически с уровнем тротуара сравниваются. И было непонятно, для чего вроде как оградить, делать подобные окна. И сам стиль кладки на известковом растворе, на белом, склонял меня к версии, что это часть от какой-то постройки, причем до революционного времени. Ответ же я нашел уже в 1921 году, когда мне на глаза попалась карта, план города Рязани, составленная в 1821 году архитекторским помощником Василием Невиным. И на нем была замечательно отображена усадьба Гаврила Рюмина, и в том числе дом, хозяйственные постройки. И именно на этом месте находилось некое кирпичное строение длиной 50 сажений. В 1790-х годах усадьба Рюминых занимала оба склона оврага. Здесь располагался пейзажный сад. В центральной части владения, где сейчас детская площадка, на безымянном ручье был устроен пруд. Здание нынешнего художественного музея в те времена было главным домом усадьбы, которую в своей книге подробно описал сотрудник Государственного архива Дмитрий Филиппов. Читаем в книге. В 1825 году оранжереи Рюмина упоминаются как ориентир при обозначении моста на улице Владимирской. В купчей, составленной при покупке Николаем Рюминым дома у брата Василия в 1833 году, для передачи под пансион, можно прочесть о фруктовых, оранжерейных и грунтовых деревьях, которые Василий Гаврилович оставлял за собой. Как выглядела эта оранжерея, сказать невозможно, потому что ни планов, ни схем именно территории усадьбы не сохранилось. Но можно с довольно такой уверенной долей вероятности сказать, что вот эта задняя стена именно принадлежала оранжереи. Причем, как выглядела эта усадьба, можно увидеть, если поискать в интернете сохранившиеся экземпляры подобных оранжерейных построек из других регионов России. То есть это было абсолютно такое скромное здание, у которого три стены фактически представляли из себя стеклянные плоскости. Две из них наклонные. Сегодня все, что осталось от оранжереи – стена, выполненная из красного кирпича, связанного между собой звездковым раствором длиной 125 метров. Восстановить оранжереи полностью невозможно, но воспроизвести каркас, чтобы приблизить городской сад к историческому облику, стало бы интересным решением. Считает Александр Дударев. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Смотрите больше новостей на сайте телекомпании и в социальных сетях. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова